Доброе утро, мальчики и девочки! Привет, ребята! Серёжа, я смотрю, тут у тебя работа кипит! И пенится! Ведь сегодня мы будем делать мельницу для мыльных пузырей! Мельницу? Это что-то новенькое! Мельница – конструкция непростая, поэтому часть работы я уже сделал. Вот, у меня есть вот такая заготовка. А как же, ребята, им без твоих объяснений трудно будет понять, как смастерить новую поделку. Каркуша, ребят, не волнуйтесь, я сейчас всё расскажу. Но сначала давай, Каркуша, посмотрим, что нам понадобится для работы. Крылья мельницы, а одно нам ещё предстоит сделать, я смастерил из трубочек для сока, канцелярских скрепок, одноразового пластикового стакана и пластиковых колец. А, так вот для чего ты собирал колечки от бутылы для воды! Да, такие колечки препятствуют случайному открыванию крышки в магазине. А что ещё нам пригодится? Два картонных небольших кружочка с отверстиями, деревянная шпажка, пластилин и раствор для мыльных пузырей. Вот он у меня здесь в прямоугольной ёмкости. Но это ещё не всё. Нам понадобится фен, ножницы, клей-пистолет, он у нас всегда под рукой, и банка с водой. Потом расскажу, зачем она нам пригодится. Так, с реквизитом всё понятно. Осталось объяснить ребятам, как сделать такие крылья. О, это очень просто. Смотрите. Распрямляем скрепку. Вот так. Надеваем пластиковое кольцо. У нас должно получиться что-то вроде стебелька с сердцевиной цветка. А для того, чтобы кольцо не сдвигалось, нам необходимо закрепить его, Каркуша, горячим клеем. Правильно. Берём клей-пистолет, с которым работают... Только взрослые. Молодец. Техника безопасности превыше всего. Цветочек готов. Что дальше? Вставляем стебелёк в пластиковую трубочку и закрепляем его клеем. Возьму трубочку зелёного цвета. Сюда капну немного клея. Вот так вот. И вставляю всё в трубочку. Отлично. Теперь осталось сделать вот эту прозрачную... Лопасть. Да. Это называется лопасть. Я вырезал её заранее из одноразового пластикового стаканчика. Видите? Совпадает. Её нужно приклеить к трубочке. Приклеить нужно вот сюда. Капну также немного горячего клея. Серёжа, я вижу, что у твоей конструкции есть одно свободное местечко. Именно туда мы и приклеим наше восьмое крыло. Сначала сделаем необходимые замеры. Так, видите? Вся трубочка нам не нужна. Лишнее отрезаем. Оп. Готово. Проверим ещё раз. Отлично совпадает. Все крылья у нас закреплены на небольшом картонном кружочке. Сейчас я капаю сюда горячий клей. Приклеиваю оставшееся крыло, которое мы сделали только что. Такое же кольцо, ребята, нам нужно приклеить с другой стороны конструкции. Вот здесь. Но сначала вставим в отверстие трубочку. Поднимаем вторую деталь и внутрь наливаем горячий клей. Так, налили, нажали, зафиксировали и ждём, пока всё у нас высохнет. Мельница у нас готова. Осталось закрепить её на подставке. В этот раз мы будем использовать обычную стеклянную банку с водой каркуша. Смотрите внимательно, ребята. Вставляем шпажку в трубочку. И с двух сторон закрепляем конструкцию при помощи пластилина. Так. Взяли небольшой кусочек пластилина. Теперь ещё один кусочек пластилина. Закрепляем с другой стороны. Вот тут. Каркуша, как ты думаешь, зачем нужны эти шарики из пластилина? Ну, наверное, чтобы они держали мельницу, чтобы она не улетела никуда. Да, абсолютно верно. Чтобы она крепко держалась вот в этой части шпажки. И не двигалась туда-сюда, туда-сюда. А теперь оставшийся пластилин приклеим к банке. Ну, я думаю, вот так будет достаточно. Так, Серёжа, мне кажется, что нам уже пора испытывать мельницу в действии. Пластилин. Я прижимаю палочку, фиксирую. Серёжа, ну теперь-то всё готово. Да, теперь всё готово. Ага. Можем переходить к испытаниям. У нас есть мыльный раствор. Подставляем его к мельнице. Аккуратно. Так. Подставили. Мельницу погружаем в раствор. Колечки должны полностью уходить в него. Нужны, Каркуша, твои волшебные слова. А, сейчас подумай. Всё. Мельница, мыльница, пузырильница. Крутись, вертись, поспевай, пузырином выдавай. Давайте проверим. Пуй на воду. У-у-у, вот это да! Смотри, Серёжа, пузыри! Аккуратненько дуем на колечки. И наша мельница выпускает в небо пузыри. Можно помогать рукой, ребята. Ух ты, там ещё много! Ух ты, вот они! Представим, что у нас в студии сильный ветер. На улице можно обойтись без фена. Ветер сам будет вращать лопасти и выдувать пузыри. Серёжа, бери нашу мельницу и пойдём её на улицу испытывать. Я с удовольствием. А вы, ребята, фантазируйте, изобретайте и мастерите вместе с нами. Видишь, Каркуша, можно даже просто дуть. Конечно. Вот они, мыльные пузыри. Мы продолжаем испытания. А с вами, ребята, увидимся на самом творческом детском канале. Карусик! До встречи! Кар-кар-кар! Давай ещё раз. Давай. Продолжение следует... Продолжение следует...